Аппарат австрийской вытворчасти «Твинстрим» для высокочастотной штучной вентиляции легких был набытый в рамках программы долготерминового супрациониста по межобластным управлению Маховы Здоровья и компанией «Карл Райнер». Его кошт – 55 тысяч евро. Это аппарат другого поколения. Подобными корыстаются урачи многих европейских краин. «Преимущества основной системы – это, во-первых, нету таких жестких напряженных условий работы врача, потому что это открытый контур, и вы можете спокойно работать, манипуляции совершать, продолжительность процедуры, если это взрослый, может быть, до 45 минут занимать. Это нету стресса для доктора, более такой щадящий уровень вентиляции, постоянный, без перерывов, без каких-то падений для пациента. То есть это более безопасный, наверное, пока что самый безопасный вариант вентиляции, который существует в «Твинстрим» – это latest generation of ventilators». Два незалежные блоки вентиляции працуют с применением одной кислородно-поветранной суммеси у аутономном режиме або комбинована. Системой кирует специальная программа, которая при этом забеспечивает мониторинг стану пациента. Первым, кому провели диагностику при допомозе нового аппарата, стал новонародженный хлопчик Иван. Ее он народился месяц тому, и урачи поспели зауважить отхиление в работе его дыхательной системы. У отделения таракальной хирургии дитя привезли, как проверить стенки бронхов из травовода. Диагностика заняла не больше, как 10 хвилин. Это оптика, с помощью которой таракальные хирурги осматривают бронхиальное дерево и пищевод. Но это оптика для новорожденных деток, 5 мм в диаметре. Вот вы можете видеть буквально какой источник света. И в таких, скажем, сложных условиях работают хирурги. Благодаря этому аппарату ИВЛ намного проще становится работать, потому что хирург не отвлекается. Искусственная вентиляция легких идет, не мешая работе хирурга. То есть все это взаимосвязано, все это слаженная работа, ну и уменьшает временной промежуток, в течение которого проводится работа с пациентом. Новый медицинский аппарат будет выкористовываться как для проведения высокотехнологичных операций, так и для диагностичных манипуляций. Важно и то, что шматрежимное пристосование Твинстрим может забеспечивать кислородом легкие человека при выдалении иншародных предметов с дыхальных шляхов из травовода. Малолетние дети на угол у группе «Рысыки». Паневеданния ныне редко глытают дробные предметы. Год проходит до 130 детей с подозрением на инородное тело. У каждого третьего мы находим инородное тело. Это монеты, это орехи, это семечки, это пластмассовые изделия различные. Если вовремя не диагностировано, то это ведет потом в последующем, вплоть до резекции части легкого. А если это не диагностировано вовремя, своевременно, сразу, то это вплоть до летального исхода на дому. И такие случаи в республике уже зарегистрированы. Почему это не сейчас поделяется такое большое внимание. Наталья Игнатенко, Сергей Лукашук, Телерадо и компания «Гомель».